Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири и мы будем читать 86-й Псалом. Это небольшой Псалом, всего 7 стихов. В православной толковой Библии говорится, по надписанию в еврейской, греческой и латинской Библиях Псалом принадлежит сынам Кореевым. В Псалме говорится о той великой славе, которая выпадает на долю Иерусалима. Он сделается предметом прославления среди всех народов настолько, что славой для человека будет значиться в списке родившихся в нем. Для нас, православных христиан, Иерусалим, а в духовном смысле, это церковь. И великая слава для человека — пережить рождение в церкви. То рождение, о котором Христос говорит, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Небесное. Вот с таким смыслом мы прочитаем этот Псалом. Надписание по септуагенте сынам Кореевым — Псалом, Песнь. В общем-то, совпадает и в церковнославянском надписании, и в еврейском. Для сынов Караха — Псалом, Песнь. И мы читаем Псалом со второго стиха и ниже. «Основание его на горах святых любит Господь врата Сиона более всех селений Иакова». Основание его на горах святых — это указание на то, что основание церкви — это вера церкви. Когда Христос в Кесарии Филипповой, это 16 глава от Матфея, вопросил учеников, а вы за кого почитаете меня, от лица всех Петр исповедовал его Христом, Сыном Божиим, Мессией. И в ответ на это исповедание Христос сказал, «Ты, Петр, камень, на всем камне создам церковь мою, и врата да не долет ее». То есть имеется в виду, что церковь созидается не на Петре, как в человеке, а на исповедании Петра, на вере святых в Иисуса из Назарета, как Сына Божия и Христа Спасителя. Поэтому горы святые — это догматы церкви. Основание его — здесь как бы действие Бога, здесь Иерусалим. На горах святых любит Господь врата Сиона, более всех селений Иакова. А какие другие селения Иакова? Ну, есть разные христианские сообщества, которые пытаются понять истину, но трудно понять истину, пребывая вне истины. «Преславное сказано о тебе, Град Божий». Блаженный Августин эту тему развивает в своем бессмертном творении о Граде Божьем, где он показывает, что Град Божий — это церковь, которая существует от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до времен Иисуса Христа и до настоящего времени. И всегда идет брань духовная между Градом Божьим и Градом Дьявола. Есть церковь Бога, есть собрание, так называемая церковь лукавствующих, то есть лукавых. Это еретические сообщества. «Преславное сказано о тебе, Град Божий. Вспомню, знающим меня о Раве, то есть имеется в виду Египет. Славянский Рав соответствует греческому обозначению Египта. Вспомню, знающим меня, то есть напомню, о Раве, то есть о Египте и Вавилоне. И далее. И вот иноплеменники, и Тир, и народ эфиопский, они были там. Они были там. Кстати, хотя в еврейской Библии написано, «Помяну Рав и Бавель». Вот Бавель распознается как Вавилон, а Рав в понимании еврейской экзегезы – это Митцараим, то есть Египет. «Иными словами, сказав о Граде Божьем, суть которого Церковь Божия, вспомню, знающим меня, то есть напомню, знающим меня, о Раве, то есть об участи Египта, и в Вавилоне, Бавеле, о участие Вавилона. И вот иноплеменники, и Тигр, и народ эфиопский, они были там». О чем это? И вот иноплеменники – это филистимляне, и Тир, Тир – это финикийцы, и народ эфиопский, они были там. По-славянски – Быша. Имеется в виду, что эти племена были свидетелями действий Бога по защите собственного народа. Матерью Сион назовет каждый человек, то есть независимо от того, еврей, там, араб, грек, славянин. Матерью Сион – это основание Иерусалима, образ церкви, святая и святых, назовет каждый человек. И человек родился в нем. В понимании Афанасия, Блаженного Феодорита, Зигабена, разумеется, Христос. А раз Христос родился в Иерусалиме? Нет, он родился в Ифлееме. Здесь имеется в виду то, что все мы, рожденные в церкви, знаем первенца церкви, который есть глава церкви – это Христос. И сам Вышний основал Его. Здесь Вышним или Всевышним называется Христос, который говорит, «Я создам церковь, и врата да не одолеют ее». Шестой стих. Господь поведет путями своими. Господь поведает это в Писании народов и владык всех бывших в нем. То есть Господь эту историю Домостроительства спасения раскрывает в Писании. В понимании отцов в Писании на небесах вспомните Евангелие от Луки 10-20 будут исчислены и обозначены все обитатели Сиона, духовного Сиона, в Ветхозаветной и Новой Церкви. Такое объяснение дает Афанасий Великий и Феодорит Кирский. То есть мы рождаемся в Сионе, в Церкви. Поэтому здесь, в принципе, не важно, где наша плоть начала существовать самостоятельно. Господь поведает это в Писании, в небесных Писаниях, то есть записаны имена, как апостолы пришли и радовались, говорили, чудеса творим, бесы нам повинуются. Христос говорит, не этому радуйтесь, радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Ибо в тебе жилище всех веселящихся. Окончание этого псалма, седьмой стих, то есть по Феодориту о всем Иерусалиме обитают и переходят в Вышний Сион люди самые разные, египтяне, вавилоняне, филистимляне, тиряне, эфиопы. То есть этот город становится столицей мира. И действительно в церкви люди разных национальностей, разного социального положения, происхождения. Ибо во Христе, который есть глава церкви, а церковь его тела, нет ни елена, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, ни раба, не господина, но все и во всем Христос. Иерусалиме